27 октября председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин выступил против застройки парка и изоляции городского пляжа от граждан в городе Ялта. Я обратился к генеральному прокурору с требованием провести проверку по поводу ирубейшего нарушения законодательства в Крыму, в Ялте, где некий застройщик застраивает прибрежную зону, застраивает фактически пляж, причем делает это абсолютно незаконно. В его документах указано строительство водного спортивного центра, что-то типа аквапарка, а эту территорию он на самом деле хочет застроить апартаментами, то есть фактически квартирами на продажу. При этом генеральный план Ялты, правила землепользования и застройки предусматривает в данном месте зону рекреации. То есть налицо обыкновенный обман, мошенничество, что мы очень часто встречаем среди российских инвесторов так называемых. По сути дела происходит захват побережья Крыма и мы теперь, к сожалению, должны констатировать, что были правы, когда предсказывали, что так оно и будет. Сначала показали, как освобождают берега от украинских олигархов, которые их застроили, перегородили. Но через пару лет уже все то же самое делают сами наши чиновники и связанные с ними бизнесмены. По сути дела, сегодня становится ясно, для чего захватили Крым. Крым захватили для того, чтобы им обладали наиболее интересными местами, то есть на Черноморском побережье. Люди, которые зарабатывают деньги за счет общественных благ, за счет земли общего пользования, за счет пляжей, за счет моря. Извлекать из этого прибыль, ну а всех остальных попросить держаться подальше от захваченных мест. Мы с этим не согласны. Мы ведем борьбу с аналогичными захватами в России, например, в Краснодарском крае. У нас даже вот Евгений Витишко, эколог известный, за это пострадал, находится в тюрьме, за то, что боролся с захватом побережья губернатором Ткачевым под личное владение. Мы боремся с этим, например, в Ленинградской области, где такая же проблема существует очень остро, да по всей стране. Но будем бороться и в Крыму с этим, поскольку считаем это своим долгом. А больше нет в Крыму никаких политических сил, которые этим будут заниматься. Все скорее находятся на стороне захватчиков и мошенников, чем на стороне обычных граждан, которые хотят нормально пользоваться пляжами и в том числе и те многочисленные туристы с основной территории России, которые туда проезжают.